Здравствуйте, друзья! Мы подошли прямо к самой сокровищнице Тюгенского водопада. Это у нас... Вот прямо сейчас подхожу к вам, и вы увидите, насколько это реально красиво переливается вода. Вообще, смотрите! И я начинаю направлять камеру на него. Высота где-то метров, наверное, 30. Вот такая сила. И вот что мне нравится, вот эта вот, знаете, лагуна, которую показывали в кино. Вот это вот настолько красивое место. Посмотрите. Вообще. Прямо вообще. Прямо, вы знаете, прямо вот как в кино показывают, вот такая же вот прелесть. Вот там вот тоже площадка, тоже вот там можно пройти, мы туда будем двигаться. Пойдемте, друзья. Еще раз покажу вам ракурс водопада. Вот это вот, знаете, вот, ну, блаженство. Недаром называют его, называют его верхней, потому что вот, вот, знаете, прямо вот от твоей сердце сверху. Вот прямо вот эти вот, прямо вот эти вот капли, которые не идут, и ты прямо блаженство, ты прямо как очищаешься. Я не видела столько много водопадов, ну, как бы, видела, да. А, и он вообще взялся для меня, теперь он мой самый любимчик, красота. Кто будет в Анталии, да, еще кто-то будет в Кемере там, или где-то, пожалуйста, побалуйте себя такой красотой. Смотрите, не пожалеете, не пожалеете. Так, мы поднимаемся с вами по лестнице. Здесь у нас вот такой вот проход. И вот тут мы идем вот по такой тяжелой лестнице. Сейчас, секундочку. Вот такие вот гротты. Вот так вот выглядит все. Вот, вот сейчас будем потихоньку идти. Вот это вот все вам зафотографирую. Вот здесь вот так вот все очень красиво. Вот видите, какие породы здесь. Вот это все можно потрогать, посмотреть, все освещено. И вот здесь вот люди пробираются по таким вот ступенчикам. И по этим, вот мои стоят, ждут сейчас. Видите, осторожненько можно упасть, потому что здесь идет влажность. И камушки могут быть влажные. Вот так все это выглядит. Конечно, немножко получается, мы не одни. Народу сегодня что-то многовато. Здесь маленький проход. Да, и маленький проход, гляньте. И поэтому извиняюсь за то, что попадают люди в кадр. Но не избежать, видите, они же все не понимают по-русски. И очень трудно сказать сори, пропустите, отпустите. И дайте нам посмотреть. Вы знаете, ну какая красота. Вот так вот сейчас немножко выйду из этих вот. Ты так уханишь. Нет, я держу сосенечка, очень крепко его держу. Потому что хочется показать красоту. Проходим опять по этому гроту. Двигаемся. Темно, слушайте. Интересно. Ну тут идет свет. Смотрите, как. С коляской можно пройти. Да, с коляской можно пройти. С ребятишками, знаете, там даже с маленькими. На руках идут. Но тут специально такие штучки, чтобы ты, если не дай бог, поскользнулся, то и в мусорнице стоят, что немаловажно. Вдруг салфетка влажная была. И ты вытер лицо, и надо тебе просто ее выкинуть. И вот смотрите, прямо очень красиво. И вот эти вот освежают настолько. Как пещера. Как пещера, да. Знаете, дышать легко. Получаешь такой кайф от пребывания здесь. Какой-то дикий восторг. И прямо, вы знаете, вот, да, великолепный вид. Очень хочется выразить свои эмоции, но они не выражаются. Словарный запас как-то, вы знаете, вот исчезает, когда ты не занимаешься разговорником. А так как мы в последнее время живем очень так все уединенно, сейчас как-то у нас раньше было больше встреч с друзьями. Сейчас жизнь в пандемии приводит к тому, что ты, круг немножко уменьшается. И не хватает высказать свои эмоции. Поэтому, друзья, говорю как могу. Гул такой. Ага! Слышите как? Как здорово. Это вот такая вот маленькая пещерка. Здесь никого нет. И я могу одна кричать. И никто меня не слышит. Потому что мы тут одни. А вот и мои двушки еще бегут. Две двушки, однюшки. И вот мы прыгаем и скотчим, и танцуем, и поем. Потому что душа поет и сердце радуется. Мы очень рады, что мы поехали на этот водопад. Потому что мы хотели... В прошлом году у нас не получилось. София была еще маленькая. Мы бы этот путь с ней точно не преодолели. А теперь этот ребенок спокойно, пев булочку, сам с удовольствием смотрит на эту водичку и кричит. Водопад! Водопад! Баба! Водопад! И я еще раз вам покажу эту красоту неимоверную. Вы знаете, как и хочется ее запечатлеть, насмотреться, радышаться этой красотой. Все-таки я понимаю, что наша страна тоже очень богата. Ну и Турция, конечно, есть что посмотреть. Так, продолжаем дальше двигаться. Мы уже убежали. Вот здесь вот ступеньки. Можно выбраться наверх. Мы посмотрим. Может быть, Аня рискнет туда подняться. Идем дальше. Идем дальше. Двигаемся по периметру этого коридорчика грота. Здесь уже порода, смотрите, несколько другая. Несколько другая. Огорожено все. Тоже так же проходим мимо кусочка водопада. Здесь держимся, потому что мокрота. Смотрите, мокро отливается. Я покажу свои ноги. И здесь надо двигаться осторожно, потому что камушки, они скользючие. Они же, знаете, вот не только скользючие, они еще и такие прилипучие, скажем. Потому что они как бы илом вот этим вот водяным насахиваются. Это тоже вот маленькая такая группа-пещерка. И самое главное, что от Ужаляй стоит урничка. Это стоит урничка. И мы опять выходим в вот такое вот отверстие, которое дает нам возможность увидеть, услышать и прочувствовать водопад. Это просто прелесть. Насколько можно всего посмотреть, увидеть, услышать и понять природу-матушку. Да, здесь мы не пойдем. Здесь капает. Они пройдут, а я постою, покажу вам. Вот еще вот эти вот немножко. Так. Я тебя просто боюсь. Капает. Смотрите, прямо капает-капает. Капли-капли-капли. А там все тупик. А, все тупик. Что, мне можно пройти, как думаешь? Я там подвалил водопадом. А, что, пройти можно? Да нет. Не пойду, не пойду, потому что капнет на телефон. А у нас все-таки он один. Я просто вам сейчас еще немножко покажу силу этого водопада. Он здесь у нас, его видно слышно. Вот он. Вот видите, какая сила, сила воды. Сейчас покажу вам. Вот так вот он идет. И получается, что ноги могут промокнуть. Нет, нам это не нужно. Все, это заканчивается путешествие к водопаду. И мы немножко пойдем по лестнице, друзья. И вот, друзья, поднявшись по этой лестнице, Софичка, подожди, мы, получается, выходим наверх. Мы вот там вот проходили. Мы сюда не свернулись сейчас. Я покажу. Здесь получается, где вот как заходишь. Вот это вот прямо торговые палаточки стоят со всякими сувенирами. И получается, буквально, мы пошли немножко, а вот по тому мостику пошли. Вот он. Мы как бы свернули направо по тому мостику пошли. А если бы мы пошли дальше, прямо вот где вот люди идут вдоль этих палаток, то мы бы прям сразу же вышли на водопад. И здесь, получается, можно вниз туда, прямо в него спуститься. А мы пошли вот так вот прогулялись, посмотрели все вокруг. Очень-очень рады. Так, ну вот мы выход сделали, возвратились. Мы не пошли дальше по обратному пути. Там некоторые проходят. Мы все-таки решили воспользоваться этой ситуацией. Подняться. И вот мы уже наверху идем к камням. Вот как раз тут табличка. И табличка. Вот она. И направо. И налево. Ну да, если мы стоим прямо направо. Да, все. Пошли смотреть камни. Теперь вот какие-то камни, которые, я так поняла, вот что тут стоят. Ну, может быть, это их какие-то вековые камни, которые говорят о чем-то. Ну, посмотрим. Раз мы уже сюда приехали, посмотрим всю экспозицию. Потому что про камни нам ничего не говорили, не писали влогеры другие. Но почему бы нет, мы вам про это расскажем. Все, видите, здесь в чем прикол этого места. Здесь породы, которые создали этот водопад. Они выходят, естественно, наружу. И рукотворно люди его облагородили. И все идет вот в этом каменном исполнении. Поэтому пойдемте посмотрим. Вот двигаемся тоже по такой же дорожке, умощенной камушками. Но здесь они как-то уже поменьше. И можно везти коляску. Вот мои едут на коляске. Так что если будете с ребенком с коляской, не пугайтесь. Если ваш ребенок долго такое путешествие не выдержит, ничего страшного. Наша будет просто уставать. И мы, естественно, взяли. Здесь вот стоят лавочки. Можно просто отдохнуть, посидеть, перекусить. Мы взяли с собой тоже питание. Потому что мы понимали, что на бед мы просто не успеем. Здесь очень хорошо, свежо, прохладно. Люди, вот видите, со своими термосами приходят и культурно проводят время. И посмотрев водопад, и питательно покушать. Ну что, идем дальше. Будем двигаться. Ага, слушайте, ну мы как-то подошли. Тут, видать, кафешка раньше была. Тут была кафешка, может быть, да. Может, что-то осталось. Что-то такое было. Можете сюда не ходить, здесь делать ничего. Здесь, в сущности, можете не продолжать путь. Что-то мы наткнулись на финиш, на тупик. Спускаться по лестнице, не знаю, будем туда или нет. Нет. Не будем. Ну все, тогда пойдем. А мы там, может быть, посмотрим. Пойдем посмотрим. Ну что, все равно мы пойдем. А может быть, эта лестница на кафешке стоит? Пойдемте посмотрим. А тут, кстати, у вас просили будет сфотографироваться. Да, кстати, мы тут начнем двигаться, ребята, потому что здесь очень интересно. Покажем вам этот спуск, очень такой крутой, но в то же время очень удобный. Ну что, друзья, оказывается, эта лестница возвращает нас к водопаду. Мы, наверное, спускаться-то уже и не будем. Вот она, видите? Отсюда у нее начало. Там вот мы проходили. Поэтому можете, в принципе, и не подниматься на нее, если увидите. Вот такого другана мы увидели. А, ящерка. Маленькая ящерка. Бежит? Бежит, убежала. Ну ладно. Вот она, красавица. Вот она. Ну ладно. Ну вот, видите, это вот тоже вот обзорка, которая дает возможность осмотреть именно вот с этой вот высоты, как вот происходит само движение, как вот река идет. Видите, речка эта. Джих и тут дых. Так, вот смотрите, мы поняли, разобрались, при чем прикол про эти камни. Здесь раскопки, по видимости, были, что ли. И вот эти вот камни, это на остатке какой-то цивилизации. И вот они как бы их показывают. Вот это вот. Написано все по-турецки. И мы не можем понять, что это, какой век. Но, тем не менее, это вот и есть те же самые камни, про которые мы думали, что будет отдельная экспозиция. Ну вот так вот они, представляете, сохранились. Так, водопадом стрелка прямо мы прошли. И пойдем сейчас в зоо. Посмотрим, что там за зоо. Нам интересно очень, потому что ребенку надо зоо. Зоо-парк. И вот по этому мостику мы начнем двигаться. Пойдемте. Вот он этот мостик. И тут буквально пару метров. И вот он этот зоопарк. Мама бежит, потому что, слушайте, но я даже туда не подойду. И, к сожалению, вам не буду особо показывать этих птичек, которые там есть. Вот это вот мини-такой зоопарк. Ну, очень пахнет. Ну, нет, я не смогу это вынести. Давайте, ребята, уходим отсюда. И идем уже на выход. Так, вот, друзья, там мы спускались по лестницам. Сейчас мы решили здесь вот пройтись по ровной дорожке. Посмотреть, что там. Здесь идешь, как в теньке. Много деревьев. И не так солнечно. Не так солнышко. Потому что уже ближе идет к обеду. И солнце, естественно, начинает больше светить, нежели утром. Мы специально приехали сюда с утра. Приехали мы в будний день. Потому что выходные. И приезжают также, конечно же, свои местные сюда. И да, к обеду стало больше народу. Вот. Двигаемся вот так вот дальше. Смотрите, какая крутая лестница. Опа! Вот. Пойдемте посмотрим. С той дороги, смотрите, то же самое. Все, получается, на дороге ведут к одной вот этой лестнице, которая спускается вниз к водопаду. Ну все, друзья. Побывали мы в Беденском водопаде. Приезжайте сюда. Отдыхайте. До новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Пишите нам комментарии.